Ну вот моим подарок, господа магнитогорцы. Видео-энциклопедия, она располагается на ютюбе. Челейкин вбиваете, там все. За последние 5, даже 10 лет. О магнитогорске. То есть видео, картинки о нашем замечательном городе. И вы знаете, популярность некоторых сюжетов у меня вызывает чувство гордости. Потому что, ну не только автомобили, и не только, ну скажем так, социально значимые проекты. Хотя вот не социально значимый лип-проект, рассказ о стендовом моделизме. Потому что это все-таки рассказ о истории. И если эти рассказы о истории смотрят руководство, я был бы этому только рад. Потому что, знаете, Ходынское поле умирает, а там столько самолетов. Можно было просто отдать. Мало того, да раздайте вы энтузиастам танки, самолеты. Пускай они поставят у себя в огороде в том числе. Пусть и по цене металлолома. Хотя я вот сейчас посчитал, цена танка Т-72 в металлоломе, это 179 миллионов рублей. Что-то таких денег у меня пока нет. Но в любом случае, тенденция такова, я бы имела смысл, если бы мы жили, допустим, в Англии. Там спокойно можно купить демилитаризованную технику и наслаждаться владением настоящего оружия. Но пусть оно и никогда не выстрелит. Оружие-то и не должно стрелять, ни одно, кроме охотничьего. Да и то с целью добычи пищи, с которой потом примириться надо. Война вообще безобразна по сути, но оружие призвано эти войны предотвращать. Мы же не схватились пылу противостояния напрямую с Америкой. Но мы демонстрировали друг другу и мощь, и достижение науки. И все это отражено именно в оружии, коего во всем великолепии увидеть нам не придется. Хотя почему нет? Все это можно собрать в соответствующем масштабе. И начинать это делать никогда не поздно. Не знаю, как вам, но мне сейчас это увлечение кредитными автомобилями абсолютно неинтересно. Не знаю, я никогда не интересовался кредитными автомобилями. Ну, то есть вопросы крутизны. Это понятно, проехали, кризис все это дело смыл. Ну, осталось, наверное, что-то из доброго детства. Вы имеете в виду сборные модели? Да. В детстве я, по-моему, тоже этим не увлекался. А увлечение когда пришло? Ну, буквально в том году. А вот на чем оно остановится? Вот мне, допустим, когда я в детстве увлекался, меня всегда тянуло к самолету. Мне было интересно, как они устроены. Я понимал, конечно, что дорасти, может быть, до одной модели мне будет успешно. Вы чем занимаетесь? Я собираю танки и пехоту в Второй мировой войне. Благодатная тема, особенно учитывая история, да? Знаю, что тогда был именно всплеск научно-технического прогресса. Да. В каждой войне это видит прогресс, в принципе. Что для себя вы открыли из истории Второй мировой войны? Обрати внимание, что, оказывается, моделей было много. Танк? Ну, в принципе, из моделей танков конкретно я ничего себе нового не открыл. Вы в Википедию читаете? Ну, в Википедии это не источник, как-то лучше к каким-нибудь более достоверным энциклопедиям обращаться на этот повод. Ну, давайте вот для обыкновенного обывателя, который, ну, знает про танк Т-34 только что. Сколько реально было танков во Второй мировой войне? В наших, если отечественных, то, наверное, не менее 20, наверное, это было. Ну, если не только танки считать, а и самоходки, то, что очень много, около 50, наверное, моделей. То есть можно даже отечественных собрать большую-большую коллекцию? Да, можно очень большую. А где вы выбираете сейчас себе модели? В городе есть, кроме этого места, еще где-то? В городе не знаю больше. Ну, есть в этих, в книжных или в детских магазинах, но там очень маленький выбор. А здесь как бы серьезная модель, да? Вы красите модель? Да. Сложно это вообще собрать модель? Да не особо. Да, по сути, процесс сборки и покраски-то не сложен. Он понятен и детям от горшка, и взрослым. Ранее тяжелее ручки ничего не поднимавшим. Они же безрукие, дезодорантом-то ведь пользуются, как и бритвой. Аэрограф – это миниатюрный дезодорант. Краски и компрессор продаются здесь же. Так что процесс сборки одной модели этот день не потраченный впустую. Но где же этот дивный магазин-то находится? Между проспектом Ленина и проспектом Карамаркса. Ну, магнит, вот вы не ошибетесь. Здесь раньше творец был, культура, бог. Кому-то помешался. Это потому, что и культура кому-то мешается, и история, похоже, кому-то мешается. Но, тем не менее, вот эти научно-популярные исторические сюжеты, они смотрятся на ютубе. Причем количество просмотров ничуть не меньше, чем количество просмотров сюжетов про автомобили. Потому что, ну, история все-таки людей интересует. С каждым разом, приходя сюда, мы открываем частичку истории. И вот вы подумайте о том, что... Какая была история, допустим, танка Т-34. Причем в базовой комплектации, с пушкой 76 миллиметров. Вы ничего не подумайте, что здесь немецкие знаки. Дело в том, что часть этих машин попадала, естественно, в качестве трофеев наступающим немецким войскам. Естественно, всегда была недостатка бронетехники. Ну, что делали? Просто прицелы переставляли. Ну, снарядов и так хватало. Ну, и вот единственное отличие – это командирская башенка. То есть, на поле боя и на Курской дуге, в том числе, присутствовали и вот такие Т-34. Представляете, Т-34, бился с Т-34. Было бы очень интересно. Не надо играть в танчики. Для того, чтобы понять эффект. Достаточно просто покопаться. Ну, естественно, мы тоже отличились. И при наступлении на уже отступающего противника нам доставалась техника. Вот такая самоходка. Штурм Гешуц. И для того, чтобы пилот штурмовика Ио-2 мне хлопнул эту прелестную машинку. Кстати, немецкая техника, как и самолеты, были очень-очень серьезные. Вот, видите, сколько звезд приходилось нанести. На бок, сверху, на лобовую броню. А, еще добавить. Смерть немецким оккупантам. Представляете, немецкий оккупант видит, что на него штурм Гешуц несется. И у него кукушка сразу отлетает. А кукушка у нас отлетает частенько. Дело в том, что тут понты кривые, знаете. Приходите в Роспечати и годика через три соберете себе. Тигр. Потихоньку. Вот одно корюсико в журнальчике, потом второе корюсико в журнальчике. Вот, обратите внимание, вот этот. Д-34-85. Самая легендарная машина. Вот в такой деталировке. Вам тот же Тигр привезут, только в два раза дешевле. И это не самое дорогое удовольствие. Модели в цене стартуют от 200 рублей. Деньги, которые деньгами-то по сути и не являются. Да и самая дорогая модель это 2000 рублей. Цена несопоставимая с сотовым телефоном, который вы через год выкинете. А вещь, сделанная собственными руками, это лучшее украшение домашнего интерьера. И предмет гордости, и родителей, и детей. Кроме того, каждая модель это еще и солидный и уважаемый запас знаний. Мое детство мне дает воспоминания, которые и душу греют, и заставляют сердце трепетать. Потому что даже запахи детства, образца 80-х годов прошлого уже века, это что-то с чем-то. Потому что мама привозила мне сборные модели, которые выполнены гораздо круче, чем они сделаны сейчас. Вы сейчас заходите в супермаркеты, думаете, вы покупаете вещи. Да ерунда все это, а не вещи. Ну, они красивые, но они не масштабные. А в то время в Советском Союзе делали все-таки модели. И чайки, и волги. К сожалению, чайки, волги и жигули это прошлое. Дело в том, что из того материала, который сейчас делается, они разваливаются. Но вот в Казани, те самые грузовички, я тут без лишних комментариев, вот он запах на детство. Тут самый пластик, та самая краска, не то самое удовольствие, когда вы получали то, чего нет ни у кого. И я обращу ваше внимание на вот эту часть автомобиля. Дело в том, что отечные советские модели были лучше всего дегитализированы. Вы можете видеть раздатку. Все карданы, все выполнено в точности. То есть есть чем гордиться. Ну, естественно, тент снимается. Естественно, кабина откидывается. Вы понимаете, какие вещи есть? И вот сейчас всю эту коллекцию, даже расширенную, привезли сюда. То есть, если есть люди, которые смотрят нас и вспоминают добрым словом то советское время, ну, хотя бы одну из этих вещей вы можете привезти своему ребенку и сказать, вот это модель из нашего детства. Такого вы сейчас уже нигде, кроме вот этого места, магазина стендового моделизма, не найдете. Да, это правда. Как правда и то, что советский уровень подготовки уже потерян. Но будем надеяться не безвозвратно. И в процессе воспитания грамотного и одаренного ребенка сейчас должны участвовать родители. И это надо делать, иначе хоронить нас достойно будет-то просто некому. Мы должны и обязаны вместе, отвернувшись от соблазнов, дикого российского рынка, недостойного дерьма, продаваемого в кредит, сделать образованное и одаренное общество, которым мы гордились на протяжении тысячелетий. Да нас мало. Нас всего 140 миллионов. Крупица в многомиллиардном людском море. Но наша страна пусть и самая холодная, но и самая большая. Она дана нам Богом, как и умение быть человеком. Так давайте же жить умно и достойно. Участь в созидать с молодых корней. И для начала пусть это будут пластиковые танки, самолеты, корабли и машины. Танки, самолеты, это все интересно. Знаете ли вы историю? Историю, к примеру, города Магнитогорска. Ну, вот вам простой вопрос. Город Магнитогорск строился с левого берега на правый, и с севера на юг. И все улицы города Магнитогорска нумеруются от вокзала в сторону юга. Либо от Урала в сторону лесопарка. Ну, в сторону запада. И только одна улица имеет обратную нумеровку. Какая это улица? Это улица Советской Армии. Она нумеруется от лесопарка в сторону Урала. И вот здесь, на улице Советской Армии 31А, и как раз располагается то место, где живет история. Пусть в пластике, пусть в моделях, но она здесь живет. Продолжение следует...